Субтитры делал DimaTorzok Как я сказал ранее, данный комикс является продолжением первой части, где выступает главный герой, это Супермен, точнее говоря, он в молодые года и, к счастью, написал данную историю никто иной, как Майкл Строжинский, один из гениев в мире комикса. Итак, что же нас ждет в этой части? В этой части Супермен столкнется с могущественным существом, способным, способность которого высасывать суперспособности с других супергероев. И вот когда Кларк Кент потеряет всю свою силу, он начинает понимать, что как это тяжело быть человеком, что насколько человечество слабое, слабые существа и тому подобное. И в этой же книге он встречает свою первую настоящую любовь. То есть, потрясающий сюжет, очень интересно. Кстати, похоже, еще один герой, который встречался, точнее говоря, еще один враг, который высасывал силы супергероев у Строжинского, это как раз первый выпуск от Ашет Марвел, где фигурирует сам Человек-паук. Если помните, то там был враг, Корнелиус, или как-то так его звали, который тоже способности героев высасывал путем убийства этих же героев. Как мы видим, рисунок, в принципе, не изменился. Стиль такой мне нравится. То есть, комикс потрясающий. Замечательная сцена. Бесисек сейчас никуда, вы это понимаете. Ну и в конце, разумеется, зарисовки. Зарисовки от авторов. Из серии «Раскрасть сам». Ну и комментарии. События берут начало после событий так называемого сериала «Смолвиль». Ну а с вами был Мак. Как всегда, подписывайтесь, ценьте, комментируйте, ставьте лайк. Еще увидимся. До пятницы. До свидания.